Ребяточки, привет! Меня зовут Ника. Я рада, что вы здесь со мной. Сегодня хочу с вами поделиться сайтом, на котором я зависла последние два дня. Сайт называется вот так. Вы видите его на экране. Это принт-шоп, куда творческие люди со всего мира могут, я бы назвала так вот, сливать свои работы, свои какие-то арты, принты, для того, чтобы они печатались на различных носителях, таких как постеры, сумки, кружки, вплоть до одеял. Суть в чем? Загружаете свою работу в определенном формате. Чем больше размер изображения, тем лучше. У меня за последние пять лет накопилось очень много работ, очень много принтов, которые я использовала в собственном магазинчике, или просто рисовала для себя какие-то арты, и решила, что не помешает мне пассивный доход, при том, что про этот сайт я знала очень давно. Но что-то меня останавливало постоянно от загрузки, ну, наверное, наличие собственного магазина, то есть в приоритете было заливать принты туда. Я больше никуда их и не сливала. Сейчас магазинчик у меня за кризисом остановлен, и я решила не пропадать же принтам. Пусть они печатаются. Ну и, соответственно, поставим эксперимент. Те, у кого уже есть опыт работы с данной площадкой, обязательно напишите мне в комментариях, как у вас с продажами. Пришлите ссылку на ваш магазинчик, посмотреть, что у вас продается, что у вас более популярно, мне интересно. Ну и, соответственно, если у меня что-то будет продаваться, я с вами тоже этим поделюсь в плане опыта, да, тоже запишу видео, покажу. Если, конечно, ничего не будет продаваться, то я, скорее всего, не выпущу видео. Но буду надеяться, что работы будут продаваться. Мы, как авторы, получаем с этого 10%. Ну вот посмотрим, как это все продается. Для меня это первый опыт. Я бы себе такую подушечку прям была. А еще в этом видео я хочу вам показать процесс загрузки работы непосредственно на сайт. Весь процесс, как я подготавливаю картинку. И, вы знаете, я пока вот сейчас записывала, я поняла, что я не совсем верно растрировала. Я, скорее всего, выпущу еще одно видео с еще одним способом записи большущего растрового изображения. Потому что вот иллюстратор позволяет записывать на 8200 пикселей, не больше. Там даже чуть меньше. То есть я, получается, записываю сначала через иллюстратор, а потом еще немножко увеличиваю через фотошоп. Я загрузила изображение. Отметила галочками, что да, я согласна с условиями публикации. Добавляю теги. Добавляю описание на английском. И нужно отредактировать параметры принта на некоторых носителях, чтобы они аккуратненько, гармонично легли. Галочками отмечаю, на каких принтах подойдут эти же параметры проецирования. Вот я отмечаю галочками, и они, соответственно, активируются. В процессе я посмотрю, может быть, что-то я наоборот отключу. И вообще бывает, что сначала повключаю все, потом захожу какие-то уже отключаю, когда посмотрю, как это выглядит в магазинчике. И вот, смотрите, еще понадобилось горизонтально перевернуть, то есть в горизонте. Для того, чтобы проецировать на такие носители, как, например, горизонтальная подушечка. Вот, смотрите, я сейчас поменяю на ней принт на перевернутый. Если это какой-то бесшовный паттерн, то он, конечно, вообще идеально ложится на любой носитель, если записать его огроменного размера. Как я уже сказала, что я запишу, скорее всего, еще одно видео, как растрировать, как записывать растровое изображение именно через фотошоп, а не через иллюстратор, потому что иллюстратор немножко нас ограничивает в этом. И, кстати, на этом сайте они не просят исходники, не просят ни тифы, ни и псы, ни аишники, ни псдшники, а достаточно PNG или JPEG, но большого, хорошего качества. Обратите внимание, я открываю в новых вкладках и редактирую. Вот, например, я как располагаю принт на кружке. для того, чтобы он был виден более удобным образом, когда вы держите кружку в руке. Вот то же самое на стакане. Подправляю на чехлах. Еще раз все проверяю. Я по несколько раз проверяю, как вы понимаете. Вот я сейчас повключала вот эти все текстиль, да, там, футболки, худи, но потом я это на самом деле отключила, потому что мне не очень нравится, как это смотрится. смотрится. На сумке, на рюкзаке, конечно, лучше использовать бесшовные паттерны, потому что вот такие вот подобные принты, они смотрятся не очень, не всегда удачно. А, кстати, я тоже колебалась, думала, нужны, не нужны на постельном белье, на подушках, а потом думала, в другой части света кто-то, может быть, как раз-таки наоборот любит вот именно такое постельное белье, вот не жить, не быть, ему нужно подобным принтом. Почему нет? Людей на свете куча, и у кого какие пристрастия, у кого какие вкусы, я не знаю, почему нет? Я надеюсь, вам было полезно это видео. Напишите в комментариях, есть ли у вас реальный опыт работы с подобными принтшопами, интересно ли вам, потом будет узнать о моем опыте работы здесь. Субтитры создавал DimaTorzok